Всем привет! Сегодня начинаю свое видео вот в таком вот красивом виде. Сделала уже маску, девчонки, для волос. Вот, только позавтракали с Миланой. Сегодня Милана накрывала на стол, делала завтрак, пока я купалась, пока немножко в ванне прибралась. Она отварила яйца, сделала кофе, накрыла на стол. Вот мы с ней позавтракали. Сейчас жду, сижу. Уже, наверное, где-то полчаса я хожу с маской. Сейчас уже буду смывать. Масочку сделала из фикс прайс, вот этой ведерочки, горчичное масло. Неплохая, в принципе, маска. Если ее не держать, там, минутку-две, да, вот именно держать так, как я, полчаса, час, еще плюс в тепле, работает неплохо. Не сказать, что вау, конечно, эффект, но она тоже, волосы хорошо после нее расчесываются. Волосы мягкие, такие напитанные, в принципе, за ее цену неплохая. Я и вот козой, и диризой тоже пользуюсь. У меня увлажняющая там уже немножко осталась. А вот горчичное масло всего лишь второй раз делаю. Сейчас буду смывать и потом поеду в фикс прайс. Конечно, мне не очень бы хотелось сейчас ходить по таким магазинам, да, лишний раз. Но мне нужно, потому что мне нужна мышка для ноутбука. Здесь поблизости я ее нигде не куплю. Так как Миланка сейчас онлайн занимается, она полдня проводит за ноутбуком. Мы достали ей старый ноутбук, потому что свой я не даю. Я на нем работаю, да, и днем тоже он мне нужен иногда. И на том компьютере нет мышки. И она тоже мучается вот эти вот дни, брала у меня мышку, занималась. Вот, плюс у меня закончились пакеты для мусора. Девчонки, пакетов вообще нету. Мы в этом супермаркете пакеты не берем. Ну, я имею в виду обычные, на кассе которые. А вот таких вот для мусора не осталось. Плюс у меня таблетки для посудомойки закончились. Там одна штучка, одна или две осталось. А поласкивателя для стирки у меня нет. В общем, нужно мне поехать. Быстро-быстро, я, конечно, ходить там долго не буду. Возьму все, что мне нужно. Продукты у нас есть. Мы вот эти дни тоже никуда не выходим. Ну, только вот здесь до деревни можем дойти, потому что там никого нет. Ну, то есть стараемся ходить, свежим воздухом дышать там, где нет никого, людей. Но вот не даже здесь пятерочка, перекресток. Вы знаете, да, что практически каждый день я ходила. Потому что мы по факту берем продукты. Вот так стараемся все свежее. Мы не закупаемся никогда. Но вот в этот раз мы с Артуром пошли. Взяли немножко побольше продуктов. Не так, конечно, что мы там тележками затаривались. Затаривались, но взяли, чтобы дома продукты были. Поэтому продукты у меня есть. А вот эти вещи, которые я сказала, нужно будет купить, поехать. Сейчас я, наверное, заберу Софию сначала. Пока все сделаю. Пока приведу себя в порядок. Заберу Софию и потом уже, наверное, спокойно съезжу. Я, кстати, покрасила волосы. Но те, кто подписан на меня в Инстаграм, видели. Да, я показывала свое окрашивание. Конечно, получилось не то, что я хотела. Ну, сейчас я все смою. И вы увидите сами. Показываю, девчонки, вам свое окрашивание. Вот так вот, видите, у меня получилось. Конечно, повторюсь, это не то, что я хотела. Я хотела немножко пряди посветлее. Он бы мне мог, в принципе, сделать посветлее, чтобы они были. Но просто сильно бы испортились мои волосы. Ну, представьте, вот у меня были обесвеченные до бела. У меня концы были прям совсем убитые. Потом я на них нанесла темный цвет, да, перекрасилась брюнетку. И опять обесвечивать. Он, конечно, максимально сохранил мне волосы. Видите, у меня волосы в хорошем состоянии, что меня очень радует. Если бы, возможно, он покрасил бы меня до бела, до того цвета, который я хочу и который мне нужен, то мне бы потом пришлось бы вот так просто коротко подстричься и ходить вот с такой вот стрижкой. Я этого не хочу. Поэтому немножечко похожу так. Конечно, есть вот это, знаете, немножечко краснинка от пигмента. Но от этого никуда не деться. Тяжело всегда из брюнетки выходить в блондинку. Ничего страшного, месяц быстро пролетит. И уже когда в следующий раз я пойду, я попрошу его уже, чтобы он мне сделал вот эти светлые пряди. Немножечко повыше, вот где-то отсюда, да. И посветлее, чтобы они стали. И все, и будет прям вот то, что я хотела. Корни, девчонки, я не крашу. У меня нет седины. Вот это все, ну, наверное, вот столько. Где-то это уже мои отросшие корни. У меня нет седых волос, поэтому вот он только низ мне покрасил. И постриг он меня ровненько, хорошо. Ну, волосы прямо сейчас хорошие, живые волосики. Сейчас я накрашу губы и побегу за Софией. Кто-то мне писал тоже, когда я показывала свое окрашивание, что, Настя, ты что не будешь такой же блондинкой. Девчонки, ну вот от корня блондинкой я однозначно не буду, потому что, ну, я не хочу. Мне как-то не нравится. Мне кажется более так как-то, ну, не знаю. Мне нравится вот так больше. Я уже пришла в фикс-прайс. Так, фикс-прайс пустой. Никого нету. Ну, здесь есть люди. Так. Салфетки, плюши, наверное, не буду играть. Маска для волос какая-то появилась. Интенсивное восстановление, роскошный объем. Вот такая вот народная рецепта. Густой масло тоже есть. Солнечная и укрепляющая, и увлажняющая, и питательная есть. Эти масочки тоже. Так, ну это что такое ароматический палочек, аромодиффузор. Корейские пасты зубные здесь появились. По 149 рублей не видела я. Взяла салфетки, полотенца, и вот такие детские ПТ. Так, вот ополаскиватель бы мне взять. Ну, вот Ленор я сейчас возьму, наверное. Вот гели для умывания от Хималая. Тоже не видела. По 77 рублей. Так, тут у нас крем для рук. Для ног там снизу. Так, ну все, вроде бы здесь мне уже ничего не нужно. А вот пенка для умывания тоже салициловой кислотой, коллоидным серебром. Здесь что-то половина полупуста. Обычно здесь всегда всего полно. Ну, а сейчас, видите, мало товара. Хочу еще Софии что-нибудь из концтовара взять, ну, чтобы дома сейчас сыграться. Немножко какие-нибудь игрушки. В игрушки она особо не играет, поэтому я перестала ей брать. Только мусор от них. И потом все быстро ломается. Я уже приехала домой. Какая, девчонки, обстановка на улице вообще, в магазинах. В принципе, все спокойно. В магазинах все есть. Единственное, фикс-прайс был немножко полупустой. И вот именно где бьюти штучки, там так поредело немножко. И вот где кухонные принадлежности, там тоже почему-то полки были полупустые. А продукты все полное, все есть. Я вот немножко поснимала вам фикс-прайс. И дальше уже снимать не стала, потому что, когда я снимаю, я на дольше в магазине задерживаюсь. Поэтому потом быстро зашла в подружку, там прям рядом. И уже приехала сюда. Зашла в продуктовый перекресток. А, и заходила в корейский магазин еще. После каждого магазина девчонки после кассы обязательно обрабатывала хорошенько руки. Вот таким вот гелем антисептическим. С наночастицами серебра, 8 часов защиты от бактерий. Вот такой вот. В фикс-прайсе была, как выходила, уже все забрала, хорошенько обработала. Потом выходила. В подружке, везде, в перекрестке. И вот перед квартирой, когда домой, прежде чем заходить, все обработала. И вот такое еще появилось у нас средство. Кидметикс. Это убивает 99,9% бактерий и вирусов. Дезинфицирующее средство для всех типов поверхности. Антимикробное действие для детской комнаты 3+. Здесь, видите, и для рук можно брызгать. И стульчик, детскую мебель, да. И игрушки, коляска. Здесь вот ванночка нарисована. Будете спрашивать, девчонки, откуда, не могу вам сейчас сказать. Потому что это Артур вчера принес. Он поздно пришел. Я не успела у него сегодня спросить. С утра я что-то забыла совсем. Наверное, ему кто-то дал, думаю. Или, может быть, он где-то купил. Но я не думаю, что он где-то купил. Наверное, скорее всего, ему кто-то дал. Но если интересно будет, я, конечно же, у него спрошу. Ну, хоть как-то, да. Обезопасить себя. Вот они все мои пакеты. Сейчас все буду разбирать. В подружке взяла себе тканевые маски для лица. Вообще, я не планировала заходить в подружку. Но увидела, что у них акция. Пять масок берете по цене трех. Я маски, знаете, люблю. Положу в холодильник. И они всегда пригодятся. Такие интересные специально выбрала. Вот такую. Это у нас масочка от Etude House взяла. Так, это у нас маска для лица. Маска с мадекососидом. С мадекососидом каким-то. И пантенолом. Успокаивающая. Потом взяла вот такую вот масочку. Это у нас что? Так, это у нас маска для лица. Обновляющая. Потом вот такую вот масочку. Это маски от Divitri. Очень нравится мне эта фирма. Хорошая. Это 100% с экстрактом гибискуса увлажняющая. Маска для лица со 100% экстрактом гибискуса увлажняющая. Вот такая вот. Потом вот такая вот маска. Вот фирма. Тоже корейская. Это у нас маска для лица с экстрактом чайного дерева. Так далее. Потом вот такая вот масочка тоже от Divitri. Это у нас уже питательная с керамидами масочка. Потом вот такая тоже от Divitri. Это с экстрактом цинтеллы азиатской. Восстанавливающая. Вот такая вот. Потом вот с лавандой. Тоже Divitri фирма. Тут вот видите ничего не написано. Все на корейском. Потом вот такая красивая маска с бриллиантиком. Тоже фирма незнакомая мне. Это кажется похоже на гидрогелевую маску. Ну-ка. Маска для лица для сияния кожи. Нет, тут не написано, что гидрогелевая. Ну, все, попробуем. Потом вот такая маска от Apius Kinoa. Очень интересная. И вот эта вот маска. Это с водорослями. Супер увлажнение. А, глубоко увлажняющая. С экстрактом водорослей и коллагеном. Вот такая. Я взяла 10 штук. Заплатила получается за 6. Ну вот, в холодильник положу. Будем делать масочки. Сейчас все равно дома. Будем ухаживать за собой. Так, все. Подружка, все на этом. Так, теперь фикс прайс идет. Девчонки взяла вот эти свои тряпочки любимые. Потом для Софии. Сейчас София еще не знает. Я не разрешала им в пакеты залазить. Вот такую вот большую раскраску взяла с принцессами. Я же ей фломастеры еще взяла. Ну, думаю, пусть будет разукрашивать. Так, потом фломастеры сами. Стоили они 199 рублей. Здесь, видите, много цветов. 36 цветов тоже вот будет рисовать. Пакеты для мусора взяла. Вот такие вот на 35 литров. Потом вот такие сиреневые появились тоже с завязками. Тоже на 35 литров взяла. Потом взяла для заморозки. Тоже у меня закончились пакеты. И вот такие тоже на 60 литров побольше. Милане взяла точилку. Тогда она моей косметической, которой я карандаши точу для губ. Она точила свои карандаши. Вот я и взяла. Так, это взяла средство для чистки труб. Еще где-то одно должно быть. А, вот еще одни пакеты. Двое сиреневых взяла я. Думаю, побольше пакеты всегда нужны. Салфетки взяла вот такие коте влажные. Потом взяла вот такие влажные полотенца. Хомстар, девчонки. Я им и прочищаю трубы, и просто раковину чищу тоже. Ну, думаю, пригодится. Мне теперь надолго хватит. Вот еще одно средство для чистки труб. А, потом мышку вот такую взяла для Миланы. Зачем? Собственно, я и шла. 199 рублей, девчонки. Это вот такая вот беспроводная. Я вообще думала, что проводную буду брать. Я там видела по 7,7 или 99 рублей. Но видела вот такую. Думаю, возьму. Надеюсь, будет работать. Сейчас Миланке отдам. Себе взяла три вот таких вот маркера. Это что-то выделять. Иногда в книжках я что-то для себя выделяю, когда читаю. Иногда в ежедневнике своем, да, что-то подчеркнуть, выделить, пригодится. Так, и здесь у меня ручки. Ручки тоже всегда я беру. Сколько они? 55 рублей. Здесь вот 8 штук. И два альбома. И все. Заходила еще, девчонки, в корейский магазин. Взяла себе вот такой вот шампунь. Милан, закрой, дочь, дверь, пожалуйста, а то шумно. Вот эстетик хаус, кондиционер и вот такой вот уксус. Уксус или что это вообще? Да, это как бы малиновый уксус такой, да, для волос. Кондиционер-ополаскиватель для волос. Торговой марки CP1. Увлажняющий кондиционер, наполненный антиоксидантным малиновым уксусом, который мягко распутывает волосы и усиливает их блеск. Волосы становятся более гладкими, и имеют элегантный легкий аромат. Я давно хотела попробовать. У меня до этого был уход от Ладор. Там тоже был шампунь, кондиционер, маска. Мне очень, девчонки, он нравился. Но потом по истечении какого-то времени вы перестаете замечать вот этот вот эффект. И я хотела попробовать что-то другое. Вот эту линейку тоже знаю, что очень хвалили. Вот решила взять. И взяла два скрабика вот такие вот с содой. Это какая-то у них новинка. Вы знаете, да, что я скрабы от Etude House люблю. А это вот тоже корейские. Ну, сказали, хорошие. Решила тоже попробовать. По 50 рублей они стоили. Вот два скрабика себе взяла. И все вот в корейской косметике. Ну, я прям очень довольна, девчонки, потому что я пользовалась вот шампунем, бальзамом от Organic Zone. Он неплохой, я вам говорила. Там и масочка. Но все равно для меня слабоватый, девчонки, слабоватый. Тем более сейчас волосы опять у меня немножко осветленные. Поэтому решила взять себе хороший уход уже. Вообще я хотела всю эту линейку заказать сначала на Valberis. Я смотрела там вчера, лазила на этом сайте. Я никогда там ничего не заказывала. Сколько раз все собираюсь. Вы мне даже как-то писали про шампунь, бальзам от Concept, вот против желтизны. Тоже в корзину ложила. И никак, в общем, я так и не заказала. А вчера, девчонки, уже все, думаю, закажу. Я там заказала, но не вот эту линейку. Я заказала импресс, маникюр, две книги себе заказала. Завтра, наверное, придет. Пойдем вместе с вами заберем. Почему не заказала, девчонки, вот эту вот серию? Там было очень много отзывов. Я почитала, и многие отзывы писали, что как будто там подделка корейской косметики. Да, ну вот про эти шампуни именно писали. Что как будто кому-то приходили жидкие слишком, кому-то вот помпа поломанная приходила. И, в общем, я не решилась там взять. Я знаю, что вот в нашем корейском магазине все оригинал. Поэтому как-то, ну, не знаю. Вообще, напишите мне про этот сайт. Вы заказываете? Ну, я знаю, что вы многие заказываете. Ну, вот именно насчет корейской косметики заказываете ли вы вот такие шампуни там. Я как-то не решилась, потому что там ни один и ни два комментария, да, отзыва были, что вот именно подделка. Многие там писали. И, в общем, я решила взять в корейском магазине. Я просто не знала, открыт он или нет, а по ценам одинаково. Что там, что здесь. София сразу села рисовать. Много здесь, видите? София, ты мне на меня нарисовала. Разных цветов. А это вот сегодня они в садике делали. Это как птичка София называется? Грач. Грач. Вот такой грач. А это верба, да? Это вербочка или что это за? Вербочка. Вербочка. Солнышко. Вот София делала поделку. В коробочку уберем нашу, да? Да. Сейчас вот здесь я до конца все разберу. Я продукты все сюда складываю и вам покажу. В перекрестке взяла вот такой большой ополаскиватель вернель. Не стала брать фикс прайси. Посмотрела, у меня есть программа, где вот пятерочка, перекресток, акции. И, думаю, уже там возьму. Это у нас кокосовая вода и минералы. Здесь почти 2 литра. Надолго мне хватит. Единственное, видите, он немножко неполный. Но там вот все так были. А так аромат приятный. Вот соль финиш. Тоже у меня давно уже закончилось. Думаю, возьму. 199 рублей соль стоила. И вот такие на пробу взяла таблетки BioMio. Вообще я люблю тоже финиш таблетки. Но на них не было акции. Без акций я их не покупаю, потому что они очень дорогие. Решила взять вот такие на пробу. Здесь 30 таблеток. Ну вот, буду пробовать. Боржоми две водички взяла. Белвита печеньки. Вот такой вот творожный сыр. Взяла вот такие вот сосульки. Сула, они без сахара идут. Вот так иногда, когда сладенькое хочется, можно хоть, чтобы ни конфеты не есть, да, шоколадки. Вот себе взяла. В холодильник положу. Хлебушек черный. Актимель. Индейку немножко взяла. Сейчас быстренько сготовлю. Тортилью вот такую взяла на завтрак. Молоко 2 литра. И взяла себе приправы. Вот такой вот из курицы индейки. Для рыбы с лимоном. И вот такая вот ароматная трава с луком и чесноком. Вот эти приправы я очень люблю. Катани. Они прям очень вкусные. Придают аромат блюду. По поводу прошлого видео, по поводу жучков. Кто видел, тот меня поймет. Если честно, девчонки, сказать, что я была в шоке, ничего не сказать, когда вы мне написали. Спасибо тем, кто написал. Конечно, кто-то написал нормально, кто-то съязвил. Кто-то девочки мне в инстаграм написал, не стали, да, специально в комментариях изначально об этом писать. Мне было перед вами очень неудобно. Я, если честно, даже хотела удалить сначала видео. Но потом уже столько людей его посмотрело. Ну и, девчонки, ну вот так получилось. Я, если честно, была в шоке. Говорю же, я открыла шкаф вот этот вот. Я сначала подумала, что это у меня от орехов. У меня здесь в этом шкафу приправы у меня вот здесь, получается, снизу всегда лежат. А вот здесь на полке сверху у меня лежали орешки, разные там фисташки, миндаль. Миндаль в сахаре нам ведь иногда передают из Ташкента. И как раз, когда я готовила, Миланка у меня попросила, мама, можно я орешки возьму? И она открывала, вот здесь вот вазочку пересыпала. И вот, я думала, что это оттуда. Ну, у меня мысли такие были. Думаю, может быть, она пересыпала. И вот, ну, может быть, так получилось, что они вот поползли, да, или что. Стала проверять приправы. Ничего я там не нашла. Это же было ночью уже, получается, я загружала. Мои уже спали. И, в общем, я на следующее утро, девчонки, я сначала залезла в интернет. Я, если честно, не знала даже, что в приправах могут завестись жуки. Я с этим никогда не сталкивалась. И когда я прочитала, во-первых, нужно было обязательно уксус и вода обработать все шкафы. Я обработала и этот полностью шкаф. В общем, обработала я и этот весь шкаф. И заодно этот тоже, думаю, блин, ну, он все-таки рядом, да, находится. Здесь у меня вот в этом пакете хлеб лежит. Здесь, в принципе, у меня много, так видите, почти шкафы у меня полупустые. Ничего. София здесь уже белвита у меня ждет. Иди, Милана, тогда тебя откроет. Вот, в общем, я все, девчонки, все приправы отсюда повыбрасывала. Вот, помыла все это, обработала. Те, которые были, ну, вот, закрытые вот эти вот приправы, я оставила. Вот это вот тоже у меня закрытая приправа. Лук закрытый. Вот эти я две перепроверила. Они, в принципе, нормально. Ничего там нет, девчонки. Ну, в общем, что хочу сказать, что, когда я стала залазить, у меня вот там вот сверху лежит 95-й чай, потому что мы его часто не пьем, он понижает давление. А там у меня лежали приправы в таких бумажных кульках. В таких бумажных кульках в Ташкенте у нас на развес ведь приправы продаются. И вот в таких вот, как газетах, заворачивают. И там у меня лежали приправы. Ну, у меня было их много, я вот сейчас своим сказала, что все, приправы больше мне не передавайте. Именно вот эти вот ташкентские приправы. Плюс я ведь еще покупаю какие-то. И там у меня лежало много барбариса. Там, наверное, где-то, ну, грамм 500. Он ведь легкий барбарис. А я, получается, барбарис добавляю только в плов. Изначально я добавляла, а потом вот София, когда видит у меня, она не кушает. И я не стала добавлять. И, в общем, так он у меня и стоял. Я стала разбирать это все. И вот мне кажется, что это в барбарисе жуки были. Я самих жуков именно не видела. Но вот я вам ставлю картинки сюда, когда я перебирала. Там были такие вот дырочки на них. Ну, то есть, как будто их кто-то поел. Вот эти вот сами барбарисинки. В общем, девчонки, я все повыкидывала. Все здесь перемыла, все перебрала. Ну, вот не знаю, девчонки. Мне очень было перед вами неудобно. Вы просто не представляете. Я сегодня решила не заморачиваться. Поставила здесь у меня картошка варится на пюре. И поджариваю сейчас индейку. Здесь уже вот морковь, лук порезала, натерла. Еще вот два помидорчика или мелко порежу, или тоже натерочки накрою, и будет у меня такая-то подлива. Да, зайка? Что ты хочешь, Макараш? А? Что ты хочешь? Белвету хочешь? Нет, София, ты уже покушала немножко. Вот покушаешь пюре, а потом я тебе дам с удовольствием. Договорились? Не начинай мне, доченька. Ты ведь знаешь, что я не дам. Ты уже покушала. Печеньки это на десерт. Я тебе всегда говорю. Еще по поводу тоже моего прошлого видео. Многие меня спрашивали, почему я закрыла комментарии. Кто-то просто из девчонок думал, что Ютуб у меня отключил комментарии. Нет, девчонки, закрыла я их сама. И писала даже пост в Инстаграм. Опять же, кто на меня подписан, да, читал. Потому что я не знаю, чем люди меня слушают. Вообще слушают ли они меня. И знаете, как-то, не знаю, либо не хотят слышать правды. Я блогер. Мне задают вопросы. Меня неоднократно спрашивали, как нам здесь в России. Как нам место, где мы сейчас живем. Нравится ли нам или нет. И я сказала так, как есть. Действительно, я была в шоке изначально от многих людей, что здесь многие пьют и ведут себя очень некрасиво. Для меня это было дико даже, знаете, как-то. Сейчас я к этому привыкла. Я не знаю, хорошо это или плохо. Если даже вижу сейчас какие-то такие пьющие компании, я либо обойду, либо там с детьми, когда я могу вернуться обратно. Просто как-то у меня уже, ну, как-то спокойно я к этому отношусь. А поначалу реально для меня это было дико, потому что я нигде такого не видела. Просто мне стали люди писать, Настя, почему ты так отзываешься о русском народе. Ну, я же не обо всех так говорю. Я специально написала, когда говорила, внизу многие. Я исправилась, да, и написала, что многие выпивают. И многие. Есть люди, которые нормально вышли там с семьей на пикник, они посидели и убрали за собой. А есть, кто до такой степени напивается, что даже они не в состоянии за собой убрать. И вот этот вот срач после себя они оставляют. И для меня это вообще, не знаю, неприемлемо даже. Поэтому я сказала, как есть. Ну, кому-то это не понравилось. Начали мне писать, начали меня оскорблять. Да кто ты такая? Да вообще, типа, езжай в свой Узбекистан. Да, и вонючая узбечка. И как только меня не обзывали. В общем, я была в шоке от вот этой злости людей. Да, что происходит с людьми, что они вот так вот реагируют. Спасибо опять же тем зрителям, которые меня поддержали. Мне много девчонок написали в Инстаграм, что Настя, мы тоже смотрели твое видео. И ничего такого мы не слышали, да, что ты сказала. Не знаю вот, что это за люди. И знаете, писали мне с такой ненавистью прям. Вот есть такая категория людей, которые, мне кажется, меня прям ненавидят. За что, не знаю. Ну, в общем, я для себя сделала такие выводы. Вот честно вам сказать, когда я загрузила это видео, и когда вот стали все вот это писать, поэтому я, в принципе, закрыла комментарии. Если бы я просто оставила их и легла спать, потому что видео я загрузила уже поздно, меня бы с ног до головы, наверное, облили грязью. Поэтому я решила закрыть комментарии. И вот с этого дня я впускаю вас в свой дом. Вот мой ребенок пришел. Я показываю вам своих детей, да. Я показываю свою семью. И я хочу в своем доме, в своей семье видеть тех людей, порядочных, добрых, адекватных. Не трогай носик, зайка. Которые, знаете, понимают, да, вот, ну, чисто как друзей. Я не хочу у себя видеть какой-то негатив. Даже как-то я сказала, что... Видео, которое называлось «Накипело», я сказала, что гнилые люди. И кто-то мне написал, «Настя, мы в тебе разочаровались, ты обозвала людей гнилыми». Да потому что, девчонки, их больше по-другому никак не назовешь. И вот таких людей я не хочу увидеть. Ни у себя дома, ни на своем канале. И всегда я считала, что у каждого человека свое мнение. Но, опять же, понимаете, свое мнение вы выражаете его в корректной форме. А не вот так, да, как мне пишут. И как-то всегда мне хотелось выслушать, никого не обидеть, понять, даже как-то доказать, что-то объяснить. Но теперь я поняла. Я вот даже в прошлое видео говорила и просила, что если я вам не нравлюсь, отпишитесь от меня, зачем вы меня смотрите, не смотрите мое видео. Но я поняла, что это бесполезно что-то говорить. Больше я не хочу вообще к этой теме возвращаться. Просто для себя я решила. Я не хочу, например, ставить комментарии на одобрение, потому что это, знаете, нужно постоянно мониторить. Комментарии пишутся и днем, и ночью, и в любое время суток, и мне сидеть, и вот смотреть, кто мне что написал. Просто я решила, я буду всех блокировать. Всех, вот кто мне пытается свои пять копеек вставить, потому что бывает иногда такой комментарий, вот зачем ты его написал? Просто почитаешь и думаешь, вот все такого рода комментарии я буду просто отправлять и блокировать. Потому что вот реально мое терпение лопнуло, и как-то, знаете, хотелось по-хорошему, но я так понимаю, что здесь на Ютубе по-хорошему нельзя. Поэтому теперь у меня все будут люди, вот кто будет мне вот такие вещи писать, будут просто блокироваться. Я уже добавила все остальные овощи, порезала мелко помидоры. Правда, помидоры такие не очень красные, и особо цвета, видите, нет. Потом добавлю водички, и будет у меня вот такая вот подлива. Мои хорошие, на сегодня буду заканчивать это видео. Сейчас пришла в ванну, достала все свои кисти, все свои спонжи, хочу это все перемыть. Я еще вчера хотела, не сделала, поэтому думаю, сейчас нужно все это сделать. И потом буду кормить своих, будем потихоньку укладываться спать, будем купаться, готовиться ко сну, потому что София-то ходит в садик. Еще эту неделю, сегодня вот тоже разговаривали с администратором, еще эту неделю они будут ходить, уже апрель, посмотрим, говорит, как вообще будут обстоять дела с этим вирусом. Но пока ходит. Сегодня вот два человека было, но они тоже всю дезинфекцию соблюдают, все, в общем, у них там чисто, все хорошо, поэтому пока София ходит. Так что буду заканчивать на сегодня. Всех вас люблю и всем пока-пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.